здравствуйте здравствуйте что вам интересно какие темы у вас такая картина прикольная да мне тоже нравится спасибо и фигурки такие интересные да это саксофон со скрипкой саксофон контрабас барабаны труба а что это за статуэтки такая декорация выглядит круто спасибо откуда соединенных штат америки а вы где находитесь в россии понял ну и как там вам жить в россии нормально а что плохо ну я общаюсь с разными людьми некоторые говорят что плохо некоторые боятся говорить даже что им плохо живется а что они говорят что им плохо что ну что они не могут свободно высказывать свои мысли но если они что-то что-то экстремистка будут высказывать тогда когда ты просто высказываешь свое мнение как бы высказывай но смотрите у нас один штатах америки я могу критиковать власти могу критиковать президента и это не считается никаким экстремизмом и не чем-то таким зазорным а в россии вы можете критиковать вот путина за что-то ну да а за чтобы вы могли критиковать лично путина вот что они так делают чем он плохо в этом-то и проблема что он ни в чем не плохо я понял вот вас это не смущает разве может быть так чтобы власть которая находится в стране не совершала никогда ошибок не делала ничего того за что можно было ли ее критиковать но за путином не знаю наверное нет вот когда был хрущев его критиковали когда был сталин его возможно тоже критиковали когда был сталин его никто не мог критиковать больше того я вам скажу были огромные репрессии были очень много человеческих жизней потерян нет я имею ввиду сейчас вот тогда правильно потому что его уже нет вот я же про это же говорю вот сталина когда не стало его стали критиковать а когда он жил его никто не критиковал вот посещает с путином принципе та же история вот есть спросить на разные были не смотрите вот жители россии я часто общаюсь здесь в рулетке они мне жалуются на свою жизнь на то что они недовольны тем-то 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 но как только доходит дело до путина все сразу он все правильно делает он молодец это не он плохой это вот люди которые окружают то есть царь хороший бояре плохие вот ничего не меняется российской действительности вот вам не кажется так вот эту историю почитайте последите за этим давайте говорить так всем тем кому плохо в россии они могут уехать их здесь никто не держит а получается так что все извините меня что им хочет жить россии но при этом они живут в россии и хавают это как они думают если им не нравится пусть проблема нет у вас немножко хромает логика потому что для вас получается так что если кому-то не нравится путин он должен уехать из россии когда может сказать так что если путину не нравится я говорю про в принципе то что ну жить в россии нет смотрите есть разница между президентом и жизнью в россии ведь люди могут сказать мне нравится вот сама страна да мне нравится местоположение мне нравится даже люди которые меня окружают те или иные но мне не нравится власть мне нравится что делает президент мне нравится не сменяемость власти мне нравится что он напал на соседнюю страну мне Мне нравится, что сейчас погибают российские люди и так далее. Много-много чего. Почему человек не может это говорить? Почему он должен уезжать, если он хочет говорить то, что он думает? Правду. Так пусть он говорит то, что он думает. Так он не может говорить, потому что он в тюрьме может оказаться. Вот смотрите, все люди, которые окружают Путина, которые с ним не согласны, их нет живых. Нет, тут есть разница. Потому что одно дело, когда ты это говоришь, свое мнение своим друзьям, своим коллегам, ты можешь это говорить. Но никакого не призыва к действию. То есть ты не можешь выйти на улицу и вот так вот перед домом кричать в рупорт. Понятное дело, что тебя посадят. Хорошо. Россия считается правовым государством. Вот есть конституция у страны. Россия считается правовым, она считает себя правовым государством. Конечно, у нас демократия. В конституции написано, что любой человек имеет право самовыражаться. Любой человек может организовывать, скажем, митинги, демонстрации и даже одиночные пикеты. Сегодня в России человек не может выйти с белым листом бумаги. Человек выходит с белым листом бумаги, его забирают, приезжают и увозят в места не столь отдаленные. Еще и проводят с ним какую-то беседу и говорят, что ты не можешь так сказать. Человек, который говорит, мне не нравится Путин, я против Путина, он развязал войну, он ведет себя как Гитлер, например. Да тоже никто не может сказать, хотя это является правдой. Понимаете? Почему человек не может сказать? А этому человеку говорит, тебе не нравится Путин, уезжай из страны. А почему эти люди не могут сказать, мне не нравится Путин, если Путину не нравлюсь я, пусть он уезжает из страны? Я не знаю. Логично же, правильно? Я вот сейчас, знаешь, читал, что вот новости, видео поставила девушка, она находится на занятиях, где-то в училище в каком-то или университете, я точно не помню, надо просто проверить. Вот буквально недавно смотрел. И вот там учитель разбирает песню с классом, я русский, каждую фразу. И вот она говорит, что я иду до конца, это является фраза, которая самая-самая основная, гениальная фраза. Вот как вы думаете, что значит «я иду до конца»? Это в каком понимании должно? Вот другие люди должны как это понимать? Я не знаю, каждый человек по-разному интерпретирует. Ну как вам? Вы эту песню слышали? Она вам нравится, эта песня? Честно говоря, я не слушала ее. Ну, там еще есть такая фраза «всему миру назло». То есть это как? Знаете, как говорят, есть такая тоже поговорка «Назло всем отворожу себе уши». То есть оно звучит как-то так для остального мира, которые смотрят со стороны. Вот самое лучшее для того, чтобы увидеть, что происходит что-то не так, нужно попробовать постараться посмотреть со стороны. Вот как другие люди смотрят, которые не заражены, например, пропагандой, или не заражены каким-то вирусом этим под названием «российская действительность и власть». Вы когда-нибудь были за границей? Да. Где вы были? По классике, Египет, Турция. Была в Ницце давно. Понял. Ну скажите мне, сейчас есть такая риторика, что Соединенные Штаты Америки – это враги, Великобритания – это враги, Европа – это тоже враги. Эти страны, у них другие ценности. Вот как вы думаете? Почему нет? Что еще раз? Почему нет? Они враги или не враги эти страны? Ну нет. Ну а почему тогда риторика российской действительности, и многие журналисты об этом говорят, и власть российская. Вот Патрушев сейчас тоже заявил, вот я прямо буквально до вас читал его заявление, Патрушев. Вы знаете, да, кто такой Патрушев, нет? Ну. Вот он заявил, что вот эти англосаксы, они всегда нас пытались, значит, нам плохо сделать и так далее, и так далее. Вот как вы думаете, почему англосаксы не были врагами до того, как Россия начала совершать военные преступления? Вот до этого все было нормально, и с Америкой дружили, и с Англией дружили, и с Европой тоже, и торговали, и газ, и нефть, и получали огромные суммы денег, и гуманитарная помощь, и зерно, и очень много всего. Технологии, опять же, такие, и не были врагами. И вдруг в какой-то момент все стали враги, а Россия, значит, это отдельная как бы страна, всему миру на зло, и мы идем до конца. А зачем копаться в истории, в старой? Ну, это же, в принципе, понятно, зачем. История может многому чему научить. Если вы посмотрите на какие-то исторические факты... Ну, хорошо, история может многому чему научить. Тогда давайте разберем то, что Украина изначально вела себя по-предательски. Возьмем, когда была Великая Отечественная война. Да, Украина прикрывала у себя германцев. То есть они через них шли, а Украина их скрывала, их кормила, им помогала медицина и так далее. Ну, если копаться будем, а после этого Россия еще Украине помогала потом. Ну, давайте я вам задам такой вопрос. Сколько было украинских фронтов? Вот когда была Великая Отечественная война, как ее называют в России, да? Сколько было украинских военных, ну, украинских фронтов? Я не знаю. Четыре. Первый украинский, второй, третий. Сколько было белорусских фронтов? А вот сколько вы знаете русских фронтов? Вот я, например, знаю русская освободительная армия, РОА, да, под предводительством такого человека, которого звали Власов. И, кстати, у этого Власова было знамя, знаете, какое вот именно то, что сейчас есть в России? Триколор. Он был именно у Власова. Русская освободительная армия, которая воевала на стороне Гитлера. Никогда не слышали про это, да? В смысле на стороне Гитлера никто не воевал? Ну, у вас есть сейчас там, я не знаю, вы со мной сейчас телефон говорите или из компьютера? Как вы со мной общаетесь? С компьютером. Вот вбивайте в телефон, в Google или в Яндексе, я не знаю. Русская освободительная армия, Власов. Так. Нашли? Так, ну, он перешел на сторону Германии. Гитлера. А теперь напишите, какое было знамя или флаг какой был у Власова? Крест. Был крест. Нет, там было... Но у него был крест. Нет, у него флаг был именно Триколор. У него был крест Роа, и вот крест синий. Сейчас я вам покажу. Пишите флаг Власова. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, как он выглядит. Видите? Какая-то классика, это же... Белый, красный, синий. И если бы вот сейчас он, например, проснулся и посмотрел бы на Кремль, он бы подумал бы, что гитлерская Германия победила. А с каким флагом воевал Советский Союз? Под каким знаменем? Какое знамя было у Советского Союза? Красный. Красное. Красный. То есть с красным флагом Советский Союз, ну, это история, да, победил Гитлера. А при чем здесь георгиевская ленточка, например? Ведь люди, если вы посмотрите все праздники, которые были, у людей здесь были именно красненькие ленточки и красное знамя. Так. А как вы думаете, в каком году началась Вторая мировая война? Вы знаете, да, или нет? 41-й. Нет, это так называемая Великая Отечественная война, а именно Вторая мировая. Вот есть же Вторая мировая война, где участвовали много стран, правильно? Была гитлерская коалиция, была ось зла. Гитлеровская. 45-й. Нет, это конец войны. А война началась в 1939 году. 1 сентября, когда Гитлерская Германия напала на Польшу. А знаете, кто еще 17 сентября напал на Польшу? Кто? Советский Союз. Вот напишите в телефоне. Нападение СССР на Польшу. Так. Нашли, да? Да. Можете почитать. Потом там очень много интересного чего. Был секретный протокол. Это был пакт Молотова-Риббентропа секретным протоколом, да, о разделе Европы. Между Советским Союзом и Гитлерской Германией. А знаете, какая страна первая воевала с Гитлером? Вот в принципе от звонка и до звонка. Вот с 1939 по 1945 год. Какая страна это была? Какая? Великобритания. Великобритания объявила войну Гитлеру 3 сентября 1939 года. Ну, еще и Франция. Ну, Францию потом оккупировали, а Англия воевала с 1939 до самого конца, до 1945 года. Вы не проходили это в школе? Вас не учили этому? Проходила. Вот знаете, что самое интересное? Вот как вы думаете, почему часто история вот перекручивается, да, и потасовываются какие-то факты? Вот мы с вами начали разговор с того, что история, она очень многому чему может научить. Если вы вот разбираетесь в истории, следите за этим, смотрите, пытаясь для тебя что-то понять, и потом применить эту историю на сегодняшнее время, то вы можете провести параллели какие-то. Вот вы говорите, Украина предала Россию. Вот был Советский Союз, 15 республик. Советский Союз распадается, но эти республики все были по конституции Советского Союза равны, равноправны. И вот Советский Союз, когда распался, все эти 15 республик получили для себя независимость. С правом самим решать, как им двигаться в какую сторону, как жить в стране, что должен делать народ, правильно? Украинцы же не говорят России, или не говорили, вы должны жить так, так и так. Это мы вам там говорим, а если вы не будете жить так, как мы хотим, чтобы вы жили, то мы на вас нападем и захватим территорий, правильно? Это же Россия себя так повела, как гитлерская Германия. Ну, Россия же защищала своих, которые остались там после Украины, после, когда Украина соединилась. Ну, Гитлер тоже самое говорил. Он говорит, мы защищаем немцев в судетах, поэтому мы пойдем захватывать, например, или вы должны отдать нам судеты и аннексировать. Или другие части какие-то в Европе, Гитлер говорил то же самое. Мы будем защищать немцев по всему миру, где бы они ни были. И Путин тоже самое сказал, мы будем защищать русских. А не лучше ли было бы, или неправильно, вот если бы он был настоящий лидер, создать условия в России, создать такую модель, чтобы те русские, которые себя защищают, так по всему миру, не только в Украине. Сказали, вот это классная модель. Мы сами хотим, так как Россия очень большая страна, а 140 миллионов даже, про которые говорится, хотя намного меньше в России, это очень мало для такой территории. Территория огромная, с огромными полезными ископаемыми, очень богатая страна Россия, с своими природными ресурсами. Почему бы нам не построить такую модель, и не создать условия жизни, чтобы другие люди могли приехать, сказать, мы хотим здесь жить. Почему нужно было идти в другую страну и захватывать вместе с этими людьми территорий? Вот вы задавались когда-нибудь вопрос такой? Нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Вот Евросоюз, например, есть, да? Вот смотрите, Евросоюз создал такую модель, при которой Евросоюз еще должен решить, согласны ли они, вот все эти страны, которые создали этот союз, чтобы какая-то другая страна, еще одна, присоединилась к ним. Страны должны выполнять ряд условий, чтобы попасть в Евросоюз. Вот это модель. И страны, в принципе, выстраивались в очередь для того, чтобы присоединиться к союзу. Это молодцы, это красавцы. Вот это называется движение вперед, и вперед, и развитие, и прогресс. А когда ты говоришь, что если ты не будешь жить, как мы хотим, мы тебя будем захватывать, это регресс. Это называется идти в прошлое. Так поступали вот Гитлер, Хусейн еще такой был диктатор тоже. Честно, я не знаю даже, что сказать, потому что я не углублялась в историю, и не знаю. Как будто бы если, ну, с точки зрения истории, да, это круто знать, но то, что ты знаешь историю, это тебе никак не поможет в будущем, потому что сейчас другие проблемы и другие решения нужны. Нет, история все равно помогает, и люди, которые знают историю... История помогает не делать ошибок в прошлом. Совершенно верно, и это тоже. Но ошибки могут быть повторяться просто с современным подтекстом. И точно так же современные решения нужны. Но, безусловно, ошибки могут повторяться. Вопрос в том, согласна ли страна или там какие-то политики признаваться в этих ошибках. Вот когда Путину задали вопрос, говорили, вы какие-то ошибки делали, он говорит, не, у меня никогда не было ошибок. Понимаете, ну такой... Спустился еще один бог с небес и, значит, начал всем говорить о том, что он такой без ошибок все делает, такой крутой и так далее. На самом деле он же человек. Так он, наверное, говорил, это не с той точки зрения, что он бог, а с той точки зрения, что он это все рассчитывал очень давно. Нет, то, что он это рассчитывал очень давно, это 100%. Но вы знаете, как человек становится диктатором? Вот как человек приходит? Если вы посмотрите заявления Путина в самом начале, вот просто найдите, в Ютубе их очень много. Там, где он говорил о том, что США нам не враги и те ошибки, которые мы хотим повесить на США, так не должно быть. Мы даже сами с ними разбираться. Соединенные Штаты Америки это великая страна, они разбирались со своими ошибками. Он говорил о том, что если больше, чем 7 лет находишься в власти, ты можешь сойти с ума. Это тоже слова Путина. Он говорил о том, что Конституцию никогда он не будет менять и трогать ее. Он ее изменил. Он говорил о том, что он не будет нападать на Украину. Это тоже заявление Путина, когда ему сказали, после Грузии у вас есть намерение потом после Грузии нападать на Украину. Он говорит, нет, у нас нет таких намерений. Мы признаем границы Украины. У нас есть подписанные договора и там в принципе мы признаем Украину. А потом напал. Тогда же, наверное, не было аспектов, которые повлияли на мнение. То есть тогда любой человек может оправдать любое насилие. Вот насильник вас, например, что-то с вами сделает, вы будете идти в короткую юбку, он скажет, так она же шла в короткую юбку, мне это не понравилось, у меня были причины, а другие люди... Так я же не пойду там, где будут ходить насильники, правильно? Так и Украина не шла там, где находятся насильники. Она находилась на своей территории, она вообще никуда не шла. Она находилась у себя, и вдруг насильник к ней приходит, захватывает территорию, убивает людей, посылает своих людей на смерть. Путин же не спрашивает свое население, хотите идти умирать? Он им говорит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Он вообще любит говорить поговорками. Он говорит, знаете, что еще? Он говорит, надули, его все надули, обманули дурачка на 4 кулачка. Это тоже заявление Путина. То есть человек, который находится у власти уже больше 20 лет, оказывается, его можно надуть. Но если тебя можно надуть после 20 лет правления, значит, иди и занимайся чем-то другим. Например, такси. Там же какая-то другая ситуация была. Там же была какая-то проблема, насколько я знаю, с установками, которые стояли на территории, где Украина и Россия. И Путин сказал Украине, либо вы убираете эти установки, либо мы будем по-другому разговаривать. Украина отказалась, все, вот с этого все и началось. Нет, не с этого. Они несколько раз пытались вести переговоры, но Зеленский не соглашался. Смотрите, а кто такой Путин, чтобы говорить Украине, как им жить? Смотрите, даже если, к примеру, они поставили какие-то установки. Хотя это не так. Нет, ну просто, насколько я знаю, была договоренность, что эти установки нельзя ставить еще очень давно. И то, что этот документ до сих пор действовал. А Зеленский говорил, что нет, столько времени прошло, документ недействителен. Нет, этого ничего не было, таких документов тоже не было. Напротив, был большой договор о дружбе, сотрудничестве и нерешимости границ. Были, знаете, что Путин проводил учения на границе с Украиной. Вот вы мои слова потом можете, каждое мое слово потом пойдите проверьте. Шли учения, и Путина неоднократно спрашивали, не только Путина, а многих людей. Вы собираетесь напасть на Украину? Разведка американская говорила, Украине на вас собираются напасть. А заявления были такие. Мы проводим учения на своих границах. Мы имеем полное на это право. А в это самое время выстраивали армию свою вокруг границы Украины. И потом вот этой всей массой вторглись на территорию суверенной страны, точно как Гитлер. И начали захватывать территории. Хотя Путин говорил, что у нас нет цели никогда никаких территорий захватывать. Ты создай модель у себя. Если ты как, скажем так, вождь, ты себя считаешь вождем. Не в состоянии создать модель на своей территории, куда люди сами хотят ехать, то грош тебе цена. Значит, все твои действия, которые ты делал и продолжаешь делать, они просто нулевые. Они плохие. А вот диктаторы, для того, чтобы удерживать свою власть, когда они ее узурпировали, они именно так себя ведут. Посмотрите на других диктаторов, вы согласитесь с тем, что я говорю. Они именно так все выстраивают, потому что им нужна всегда победа какая-то быстрая, для того, чтобы своему населению показать, какой он великий. Помните, что было, когда, ну я не знаю, вы помните, вы молодая девушка, когда Путин захватывал Крым, как он это все показывал. Мы великий, Крым снова с нами и так далее. То есть захватить части чужой территории военным способом и еще при этом бравировать, показывать, какой он матчет, причем со страной, которая в принципе отдавала свое оружие. Украина отдала ядерное оружие. Знаете, что был такой Будапештский меморандум, еще раз можете прочитать, если вы хотите подтверждение моих слов, где Украина отдает ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности. Этот меморандум подписал Российская Федерация, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Ну то есть мы гарантируем Украине безопасность, что на Украину не будут нападать и тем более уж забирать какие-то территории. А когда Советский Союз распался, у Украины тоже было ядерное оружие. А получается так, что Украина отдав свое ядерное оружие, после какого-то времени, когда Путин понял, что ему власть сладка и он в принципе может делать все, что угодно, он совершил военные преступления. Потому что насильник, если он насилует свою жертву и несет за это наказание, в следующий раз будет еще одна новая жертва, потом еще одна, потом еще одна. Это психология насильника и преступника. Как-то так. А почему тогда Америка не защищала Украину, если она так помогала ей? Это очень хороший вопрос, потому что в Будапештском меморандуме есть все. Гарантии безопасности, мы говорим о том, что мы будем поддерживать Украину. А вот именно описание как, самое важное в любом документе, это именно действия, которые будут предприниматься. Там не было написано. Да, я согласен, что Америка и Великобритания должны были сразу вмешаться, и даже с Крымом, и показать России, что ты не можешь себя вести как гопник, ты не имеешь права в 21 веке совершать такие преступления, как это делал Гитлер. Но этого не было сделано, и поэтому лично я, я осуждаю действия и Великобритании, и Соединенных Штатах Америки, именно потому что они должны были вмешаться. Они просто использовали, конечно, вот эту лазейку, то, что было в документе, там не прописано, как они должны помогать Украине. А это в документе очень важно. Но здесь есть и, скажем так, просчет украинской стороны, нужно было это все добавлять. В случае нападения на территорию, вот в этом меморандуме должно было быть написано, в случае нападения на Украину или захват ее территории, мы как гаранты безопасности должны будем делать это, 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 это. Вот тогда документ можно было сказать, что вот, почему вы не действовали. Мне кажется, Украина понимала, что в любом случае они не помогут. Нет, ну они помогают, просто они, каждая страна сегодня помогает Украине вот на таком этапе, как могут. Вот смотрите, сейчас я часто могу слышать, вот, например, от российской стороны, вот если Украине перестанут помогать, мы сразу все захватим, и, значит, Украина проиграет, да. А Украина говорит, если нам дадут больше оружия, то мы сможем быстрее вернуть свои территории, и тем самым мы сможем закончить тоже эту войну. А другие страны, понимая, что Российская Федерация это ядерная страна, должны очень взвешенно принимать решения, что в принципе и делают, хотя многие из политиков, и я поддерживаю именно эту сторону, понимают, что нельзя никаким образом с диктатором говорить вот таким языком. С ним нужно быть жестче, и потому что диктатор понимает только силу. Если ты показываешь перед диктатором слабость, этот диктатор будет, ты для этого диктатора будешь очень слабый, и он все равно будет действовать по своему усмотрению. Так почему они не помогли-то? Я же говорю, они помогают. Недостаточно помогают. Помогают оружие поставлять, это не помощь. А что помощь для вас? Вы имеете в виду, почему они свои войска не посылают? Ну да, хотя бы. Ну потому что есть очень глобальная геополитика, еще есть помимо России, еще есть разные точки мировые. И Украина, это в принципе, если вот разбирать, опять-таки возвращаясь к истории, да, вот когда было нападение на Польшу, еще была Финляндия, когда Советский Союз напал на Финляндию. Кстати, почитайте тоже, вам будет, может быть, интересно, когда Советский Союз напал на Финляндию. И очень много того, что сейчас происходит, вы говорите, не помогают, да, потому что сейчас выстраивается геополитический и меняется военная структура всей мировой доски на сегодняшний момент. Всем странам нужно понимать, что оружие, например, нужно больше намного, чем это когда-то предполагалось. А война в Украине это показывает. И вот все страны постепенно, постепенно сейчас наращивают свой арсенал. Но война, это в первую очередь экономика. Это война экономик в первую очередь, потому что деньги, это именно то, что позволяет и строить, и технологии, и больше вооружений, и так далее. И поэтому на сегодняшний момент у России это полтора, даже меньше, чем полтора процента мирового ВВП. Я не знаю, или вы знаете, что это такое. А все остальные страны, которые поддерживают Украину, это больше 50, там даже около 60 процентов мирового ВВП. То есть понятно, что у этих стран больше возможностей экономических влиять сегодня на повестку дня. В Украине, кстати, тоже. Поэтому все, что нужно, это должны быть политики, которые принимают решения. И эти политики должны быть более жестче и понимать, что из себя представляют сегодняшние диктаторы. Не знаю, мне кажется, если бы другие страны были по объему такие же большие, как и Россия, по территориям и по людям, они бы тоже захватывали. Вот видите, вот это сознание людей, которые находятся в России. Для чего, смотрите, я вам просто аргументацию попробую показать. Для чего Евросоюз захватывает страны, если страны находятся в очереди для того, чтобы попасть в Евросоюз? Понимаете, о чем я? Вот, например, Россию... Да, как смысл вступать в Евросоюз, если этот самый Евросоюз даже не гарантирует тебе защиту прямую? Нет, Евросоюз это уже не НАТО. Гарантирует защиту НАТО, страны НАТО. А Евросоюз это экономический союз. Вот сейчас Евросоюз тоже говорят о том, что нужно нам разработать и военную какую-то организацию. Потому что Евросоюз это экономическая организация в первую очередь. Туда входят страны, и вот они между собой сотрудничают и так далее. Но, тем не менее, страны хотят попасть в Евросоюз. И Евросоюзу не нужно никого с захватом. Обратите внимание, как вы думаете, почему такая страна, как Соединенные Штаты Америки, это действительно на сегодняшний момент первая держава мира? Почему Соединенные Штаты... А как дает? В каком смысле вступление Евросоюз дает Америке? Вот смотрите, вопрос вот тогда такой. Почему Соединенные Штаты Америки, если вы говорите о том, что все бы страны так делали, почему обладая такой силой и мощью, да, Соединенные Штаты Америки это 25% мирового ВВП? Вот Россия это полтора, а только один Соединенный Штат Америки 25%. Как вы думаете, почему Соединенные Штаты Америки не захватывают и не разрастаются территориями, не оккупируют другие части территории? Ну, в экономической составляющей, потому что до какого-то времени Китай находился под влиянием Америки, а в Китае очень много людей и низкооплачиваемость. Нет, а почему Америка не нападает на другие страны? Вот вы говорите, все бы так делали, Америка богатая страна и в военном аспекте, и в экономическом, и в социальном, неважно, да, это богатая страна. Почему Америка не захватывает части других территорий? А какой смысл ей захватывать, если и так под влиянием все остальные страны? А какой смысл России захватывать? Почему Россия не сделала так, чтобы страны были под ее влиянием? Потому что они под влиянием Америки уже. А почему Россия не может сделать так, чтобы были под влиянием России? А как, если уже другие страны под другим влиянием? Хорошо, я по-другому перефразирую вопрос. китай когда распался советский союз был намного беднее чем российская федерация и на сегодняшний момент другой мир вот весь цивилизованный позволили китаю так подняться что сегодня это вторая экономика мира китай зачем нужно было вот америке всем странам европейским позволять китаю это дело понимаете о чем я говорю тогда если говорить вот именно тем языком как вы мне сказали да про китай то тогда китай был сегодня тоже не очень успешной страной не дали бы ему так подняться ведь когда-то например япония был называлась чудо японское чудо когда экономика прыгала чуть ли не в 10 процентов это очень много и в какой-то момент все равно другие страны начали обгонять кто-то кого-то перегонять вот соединенных штат америки не во всем впереди планеты всей то есть в экономике да но есть много разных статистических каких-то вещей в которых америка не является первым и она нормально себя в этом чувствует и конкурирует и говорят ну да в принципе да и здесь мы скажем так не самые лучшие есть страны которые лучше нас и ничего потому что америка что пишет себя в конституции то и делает продвигая демократические ценности показывает странам что также лучше свобода словом критика власти и так далее а россия я говорю вместо того чтобы создавать модель и говорит странно смотрите как мы живем и приходите к нам она говорит нет мы будем идти к вам и и силой заставлять вас нас любить а разве можно силы вот вы девушка вы все представляете что какой-то парень которому вы понравились приходит к вам и говорит вам я выгодите я вас не любят я тебя не люблю ну ты мне не симпатичен ты может быть неплохой человек а он знает что я тебя заставлю себя любить и начинает нас силой вас заставлять себя любить вот что вы будете делать с таким парнем не знаю странно это тоже самое то же самое вот как вы думаете до начала вторжения россии в украину да были люди я вас уверяю были люди которые нормально относились к российской федерации и к жителям россии может быть даже у них не было очень больших симпатий но они оценивали россии но вот наш сосед нам нужно каким-то образом договариваться строить отношения а после того как произошло вторжение те люди которые находятся даже на восточной части украины которые якобы вроде бы как россия говорила мы идем защищать это те люди которые сегодня больше всего ненавидят россии потому что в первую очередь пострадали они их семьи их дети их родные понимаете как она работает и вот это то что я вам сказал пример про насильника когда насильник начал свои действия сильно заставлять вас себя любить идет отторжение это то что совершила россия так чем же путин молодец чем же он все делает правильно он все делает совершенно неправильно он делает те же ошибки которые когда-то делал гитлер но если нам уже назвать это ошибка это не ошибки это преступление но даже если со стороны ошибок смотри на данный момент ничего не можем сделать это кстати тоже я много раз слышал людей из россии а как вы думаете почему в других странах если какое-то действие происходит народ пытается влиять на власть и говорит нам не нравится что делаешь например убери войска из такой-то или какой-то так у америки же есть объединение то есть президент их просто по сути манекен и конечно когда люди выходят вот этому объединению я забыла называется а ему проще сделать так что как будто бы народ решает и просто убирает президента и ставит нового манекена который будет говорить то что им говорит а скажите откуда у вас эта информация мне интересно всегда источник знать вот вы пришли же к этому как как вы знаете что это манекен вот как вы к этому пришли ну очень много видео на ю тубе не только русских не подумайте есть очень много видео с с америки где тоже некоторые ведущие говорят об этом а чем что он манекен ну то что да но это же и называется свобода слова говорит же можно все что угодно но нужно проверять то что говорится правильно вот смотрите надеюсь такой анекдот когда один человек звонит другому и говорит да как как мы это василий петрович да это видос к василий петрович он гайдан будет вы дурачок он будет кто говорит он будет все говорят и кладет трубку понимаете о чем я то есть и любое какое-то заявление или кто что-либо говорит можно проверить и если смотреть на соединенные штаты америки и рассматривать все что вы сказали то можно сказать что соединенные штаты америки действительно это страна где есть демократия и свобода слова и человек может назвать президента и манекеном и дурачком есть есть в менеджменте очень такое интересное предложение когда говорят давать клиенту он думает что выбор но выбора у него нет точно так же мне кажется что и в россии что и в америке и там и там демократия но что в америке что у нас делают вид что есть выбор но по сути его нет и все за нас давно решили если я где-то одними способами это показывать где-то другими вот давайте я попробую поспорить с вами вот в америке есть сейчас демократическая партия республиканцы хотя есть и другие партии посадить такие большие партии много в соединенных америки но самые главные партии это демократическая республиканская партия вот сейчас о демократической партии есть такой джо байден а от республиканской партии сейчас вот этот архив идет сейчас много кандидатов но главный лидер да скажем так этой партии это данный дональд трамп дональд трамп сейчас и имеет очень много огромное противостояние с джо байден и можно это видеть можно видеть что джо байден свои аргументы говорит трамп говорит свои аргументы люди поддерживают за россию насколько я понимаю байден против не я не про это говорю здесь тоже можно с этим спорить я про другой я говорю про то что есть люди которые поддерживают одного и поддерживают другого есть разные мнения есть люди согласия и несогласия и вот политики пытаются убедить своего избирателя вы голосуйте за меня есть дебаты в которых участвуют политики вот смотрите вы молодая девушка как вы думаете сколько раз путин участвовал в дебатах с кем с каким-либо другим политиком честно не знаю ни одного раз ни одного раза знаете почему почему потому что когда ты выходишь на дебаты у тебя теряется твой конек где ты говоришь а тебе все кивают головой на дебатах тебе человек может возразить и сказать слушай ты не прав вот ты что то говоришь и это что происходит в реальном времени и ты не можете в этом записки записать и читать по бумажке ты должен говорить открыто глаза в глаза человеку который будет опровергать твои заявления который с тобой будет спорить который надо будет тебя унижать ну корректно скажем так в рамках законности и ты будешь и ты можешь выглядеть очень очень плохо а пути привык что выглядит всегда хорошо а это диктатор только диктатор почему у нас же тоже есть съезды где они дискутируют вы будете нам как дебаты и критика власти это основное в демократических институтах если нет критики власти и нет дебатов то это все называется бутафория вот как вы мы начали с вами разговор про статуэтки которые вы увидели за мной это все бутафория для того чтобы увидеть человека нужно в чем-то с ними согласиться вот я вам тоже рекомендую если вы какого-то человека хотите для себя узнать или понять что он из себя представляет попробуйте в чем-то с ними согласиться и посмотреть со стороны есть это человек даже будет говорить свои какие-то аргументации или пытаться вам что-то объяснить то при этом вы перед собой будете видеть того же самого человека который вы знаете значит а ваш человек а если в этот момент несогласия с вами этот человек полностью будет изменяться то есть он будет кричать он будет и злиться он будет вас оскорблять вы поймете для себя что это не ваш человек и с этим человеком вам не по пути поэтому сегодняшние политики вот во все мировые политики определяются именно дебатами именно критикой власти когда политику говорят послушайте зачем мы послали в украину скажем население россии погибать сейчас погибают и со стороны украины и со стороны россии вы устроили кровавую ну и так далее а что происходит в реальной действительности никто не имеет права даже подумать об этом и сказать открыто почему потому что это говорит диктатор диктатор сказал что все должны молчать все должны молчать и подчиняться ему и кивать ему головой и никто не может с ними соглашаться это настоящий диктатор который узурпировал власть вот путин и его окружение в принципе как то так звучит грустно звучит грустно но это правда конечно грустно звучит потому что 21 веке я считаю такого не должно быть люди 21 веке должны дружить путешествовать кататься друг другу в гости развиваться вместе создавать какие-то препараты скажем так медицинские или технологические прогресс двигать вперед вот это называется 21 век а захват территории посылать на войну людей причем своих же сыновей и дочерей они же не посылают понимаете да они посылают сначала тех людей которые не благополучных регионов для того чтобы не было очень массового скажем так восстания и так далее это все делается по вот гитлер так делал другие диктаторы так делали нарративы все те же самое как то так если у вас есть еще какие то вопросы я с удовольствием отвечу нет я вроде все сказал вот все что я хотел в нашем диалоге с вами сказать я все сказал да интересно дакостойте мы начали с того что в россии плохо жили но люди мне говорят там многие что нам жить плохо но когда приходит дело к путину они готовы путин молодец вот я живу плохо а в америке знаете как происходит люди живут на порядок лучше и все недовольны власть все критикуют власти говорят плохо живем мы хотим еще лучше жить в этом есть построение демократического общества потому что общество должно давать нарратив власти чтобы власть не не могла ну скажем так если таким словом скажи да и говорить о том что мы ничего не будем делать зачем власти что-то делать если народ молчит и безмолвствует я очень много видео сейчас вижу в ю тубе где люди собираются группами чуть ли не на коленях владимир владимирович помогите пожалуйста у нас какие-то проблемы а демократическом обществе она так и работает потому что есть скажем так люди которые находятся при власти каких-то регионах разных и вот обращаются непосредственно к ним причем не стоя на коленях а с требованием народ который настоящий народ он власти всегда предъявляет какие-то требования мы хотим что было так 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 и так а вас будет хорошо если вы это требуете мы вам сделаем это а если вы будете просто молчать мы ничего делать не вы не собираемся но будет делать только то что выгодно нам власти так работает демократические униституты и вообще психологии знаете есть такое такое выражение власть возвращает человека абсолютная власть возвращает абсолютно слышали когда-нибудь такое переключилась да друзья молодая девушка то что происходит сегодня в рф и как тебя власть ведет с населением это в принципе можно наблюдать по истории царь бояре а лоб как-то так напишите в комментариях друзья что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшие победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока